Всем привет! В этом видео поговорим о том, что Россия откажется от поставок нефти в страны большой семерки. Глава американского Минфина Джанет Йеллен назначила предельную цену покупки российской нефти. С учетом текущих биржевых цен США рекомендуют ограничить покупку российской нефти 60 долларами за баррель. Американские финансисты пришли к выводу, что такая цена будет оптимальной, руководствуясь тем, что последние 7 лет Россия продавала нефть в среднем не выше 60 долларов. Однако американские чиновники забывают, что биржевые цены на нефть за прошедшие 7 лет были существенно ниже, чем сейчас. Плюс американский доллар ввиду бесконтрольной миссии со стороны ФРС США за это время потерял значительную часть реальной стоимости. Так либо иначе, вероятно, начиная с 6 декабря, страны большой семерки откажутся от транспортировки и услуг страхований морских перевозок российской нефти, если цена ее покупки окажется ниже 60 долларов. Вчера заместитель министра финансов США заявил, что американская администрация отказалась от планов введения вторичных санкций против компаний, которые захотят покупать российскую нефть выше 60 долларов. Это свидетельствует о том, что новые ценовые ограничения покупатели нефти должны рассматривать лишь в качестве рекомендации, а не строгих правил. Минфин США заявил о заинтересованности в увеличении добычи и экспорта российской нефти. Эти слова фактически означают, что Евросоюз вскоре снимет введенный ранее запрет на покупку российской нефти, заменив его на возможность покупки нашей нефти не выше предельной цены. В этой истории любопытно будет понять, как отреагируют наши власти на новый ценовой потолок. Ранее и глава государства, и вице-премьер Александр Новак заявляли, что Россия не будет поставлять нефть себе в убыток. Однако низкая себестоимость добычи российской нефти позволяет получать прибыль от ее реализации и при цене в 40 долларов. Лично у меня нет сомнений в том, что Россия откажется от поставок нефти компаниям из стран «Большой семерки» по цене в 60 долларов, поскольку сейчас получает большую прибыль от продажи нефти дружественным странам. Средняя цена реализации российской нефти составляет не менее 75 долларов за баррель. В поставке нефти странам Запада ниже указанной цены нет никакого экономического смысла. Россия не прогнется перед Западом и докажет бесполезность введения потолка цен на нефть. Страны ОПЕК помогут России сокращением добычи черного золота до необходимой величины, что также не позволит Западу добиться снижения биржевых цен на нефть.